23-летний анапчанин Сергей Белетинский в спорте с 10 лет. Во всестилевое карате пришел после армейского рукопашного боя и панкратиона. На чемпионате России, который завершился недавно в Ветязево и собравший самых подготовленных бойцов от Камчатки до Калининграда, он занял второе место, уступив в финале чемпиону мира. По словам тренера, секрет успеха Сергея в уникальной технике. У него очень своеобразная техника, у нас говорят кривые, но его кривота это его успех. Кто-то бьет отсюда, а он бьет, радиус вылета угла он непонятен, с ним не любят стоять в спаррингах, потому что руки долетают и ты не поймешь откуда, это действительно неприятно для тех, кто выступает. Сергей Белетинский в этом виде спорта около пяти лет и признается, тренировки никогда не пропускает, хотя они бывают и по два раза в день. Это уже как стиль жизни, надо просто идти, уже понимаешь, что как позавтракать, так и пойти на тренировку, надо уже и все. Прошедший турнир в Ветязево стал самой большой соревновательной ареной Сергея. Два года назад он получил серьезную черепно-мозговую травму и все это время не выходил на татами. Но благодаря усилиям клуба «Кузня», школе Олимпийского резерва номер один и Анапской федерации всестилевого карате, которые помогали со спортивным питанием и сборами, удалось так хорошо выступить. Могу сказать, что он скромный, любит семью, любит родину и самое главное, любит тренироваться. То есть он упорный спортсмен, который ведет здоровый образ жизни и старается, чтобы город Анапа прославился на международных аренах. Победа на чемпионате России дала возможность участвовать в предстоящем чемпионате мира по всестилевому карате. На него из Анапы поедет несколько спортсменов, в том числе и девочки. И возможно на курорте появятся новые имена мировых чемпионов. Сейчас это звание есть лишь у одного анапчанина. А зрителям Анапа-регион серебряный призер дал совет сменить телевизор на спортзал. Нужно заниматься спортом, это активный вид такой, что не надо сидеть у телевизоров, всякое ожирение, нафиг оно надо. То есть тут подержание, фигура. Все равно следить за собой нужно. А у телевизора будешь сидеть, то есть тело уже не такое будет. Ты не смотришь телевизор? Смотрю, но он в промежутках не так часто, то на работе, то с семьей. Ольга Шмак, Михаил Попов, Анапа-регион.